Святыня без помощи реставраторов стала сама собой обновляться. Сначала по центру проявилась фигура в рост, затем перед ней еще одна, пониже и потемнее. Первая фигура, это скоро было ясно, что Матерь Божия. И вторая фигура, на коленях стоит преподобный Сергий Радонежский. Ну а так смутно, без деталей, просто очертания. Сверху фон темный, с боков ничего не видно. Но неделю за неделей, месяц за месяцем проходит, и икона как бы набирает сок. Вдруг начало просветляться сверху. Мы поняли, что от престола единого в Троице Бога, Отца и Сына и Святого Духа, явилась в святовом благоханном столпе сама Царица Небесная в келью преподобного Сергия Радонежского. Где-то через год мы увидели, что она пришла не одна, а со свитой. Два апостола, Петр и Иоанн Богослов. И где-то на третий, наверное, год только узнали, что был свидетель этому посещению преподобный Михей Радонежский. Так удалось разглядеть сюжет иконы, явление Божьей Матери преподобному Сергию Радонежскому. Оказалось, что в описи церковного имущества храма Успения за 1925 год такая икона числится, но уже в учете 1926 года ее нет. Что произошло? Выкрали или пытались спасти? О том, как складывалась судьба иконы в период разлуки с храмом, остается только догадываться. Быть может, все это время она пролежала в земле. Главное, что теперь икона явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому вернулась в родные стены. Прихожане икону считают чудотворной. Помогает в нуждах житейских и семейных. Тому немало свидетельств. Продолжение следует...